Всем привет! С вами снова голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Нам врут с самого нашего рождения, часть третья. Глава вторая. Электротрамваи времен царей были от атомной электростанции или на атмосферном электричестве. Давайте отмотаем к прошлому и подобьем немножко итоги. Времена, когда не было интернета, нам что внушали? Первую лампочку Ильича, а до этого нигде электричества не было. Дескать, все оно появлялось после 17-го года и прогресс начался именно с этого времени. Что до этого была эпоха царств и царей, холопов и баринов, рабовладельческого гнета. Разве не так было? Давайте уж как-то это, друзья, не скрывать. Три-четыре года назад для многих фурором были только картины инаугурации Николая Второго, где Москва вся в электричестве. Прекрасно помню высказывания от скептиков. Обзовем их, так, дескать, это подделка. По инаугурации Николая Второго начали уже выходить видео. Скептицисты, изменив риторику, начали вилять юбкой, будто мечтают получить веслом посраки. Дескать, это лишь по событию было, но электричество нигде не было. Это роскошь была для избранных, да и вообще заграничная. На те времена об электричестве до 17-го года заявления являлись действительно чем-то резонансным. Кто решит отнекиваться, добровольно стирает себе статическую память, отдавая свои мозги в дешевые химчистки. Тому судья коварнейшие балконы. А нам приятно видеть наших единомышленников, которые все помнят и с большим удовольствием наблюдают, как за шахматной партией, где мы, смакуя, обдираем пешку за пешкой наших соперников, чьи лица скрипят душераздирающей скрипкой. Итак, электричество при инаугурации Николая Второго было лишь по событию, и то все заграничное, как крестились и божились мамы и клялись скептилоиды, что это правда. Дескать, Николай Второй, варвар и узурпатор, погнал плеткой холопов в Европу, чтоб те на слонях перетащили пару атомных электростанций, которые, кстати, по мнению официальной на то время не были изобретены. А так ли это все на самом деле? Конечно, нет. Во-первых, Николай Второй не таким уж и злым был, ведь именно он пошил большевикам буденовки, чтобы у людей голова не мерзла, когда его свергали. Во-вторых, люди молодцы, как хребет переломали дамбе, которая перекрывала правду, и очень много было опубликовано, что до 17-го года электричество было везде, в любом городе и в любом селе. Что на это ответили наши скептики легкого поведения? Начали греметь, что думать не надо, это постыдное дело. Есть такое слово «погремушка». Что он обозначает? Это то, что гремит внутри сферы. Но это очень маленький камушек. Так вот, эти пустоголовые погремушки начали греметь следующее. Это всем известно и давно, даже когда и интернета не было, так что не надо такие новости вешать. Сегодня мы уже заговорили о трамваях на беспроводном электричестве и других механизмах, и предположили, что на атмосферном. Какая истерика началась от писцов и писарей, которые на оплате наших, в кавычках, политиков из наших налогов. Да там должен быть контактный рельс. Да не может быть этого. Скорее, рог идет к проводам и от электричества подпитывает трамвай. Вы уловили иронию, что мы заставили диванные войска признать. Ведь о трамваях речь, которые, если не ошибаюсь, тянут след от 1700-х годов и до 1900-х. То есть все-таки вынудили даже диванные войска и Министерство официальных отговорок, которые шестерят на официалов, заявить, что вся история — это чепуха. Что в школе по программе Министерства оболванивания нам ни слова не сказали правды, что телевизор никогда нас не информировал, а лишь выполнял и выполняет политеризированную функцию. Это манипуляция и управление сознанием толпы. Что самые раскрученные системы историки, как не инородцы, так лакеи и придворные шуты, двора системы, которые сознательно продешевили свою душу, выбрав вместо осмысленного пути, настоящего и великого, вместо всего того, что делает тебя живым, они легко согласились быть погремушкой. Чем казенные писари признали, что система нас погрузила в постановочный мир? Ведь мы видим из видео, электрические трамваи ходят один за одним. Некоторые трамваи имеют нумерацию больше четырех тысяч. Улавливайте, какое их было промышленное производство. Ну а электричество откуда идет во времена холопов и баринов? То есть во времена царей и царств были атомные электростанции? Зато любимая методика от погремушек, мол, надо было в школе учиться, там все, дескать, есть. Покажите, в каком месте, где это есть. Переройте всю школьную литературу и найдите хоть что-то, что описывают эти трамваи, их производство на заводах, и что во времена царей были атомные электростанции. Нас даже о конвейерном производстве шпал не информируют. Напомню, что официальная версия утверждает, в том числе и ваша Википедия, что сталь производственно начали лить где-то в 1870-м годах. И то, как первые попытки. Значит, сталь еще не научились добывать, от трамваи, рельсы, гигантские пароходы, мосты, подводные лодки и прочее, и во времена царей, почему-то все это уже было. Все якобы это делалось на углю и кузнецами аж до 17-го года, то есть до так называемого прогресса. Вы понимаете, что нам пытались и до сих пор пытаются навязать, что трамваи, неграмотные кузнецы в кузнях, кувалдами выслукивали. Как нас заверяют, плевать, что это тонкая работа, ведь кузнецы с кувалдами были виртуозы, которые стимулом хорошим служила плетка барина. И шпалы кувалдами кузнецы для трамваев выстукивали. Вам в это верится? Почему нам так врут? Где источник электричества трамваев? Какой? Нет, я понимаю, что в те так называемые отсталые времена помимо атомной электростанции спокойно пользовались и атмосферным электричеством, что электричество добывали и из навоза, и от русел рек, и от мельниц, то есть от ветряков, могли спокойно от солнечных батарей. Этих способов уйма. Также электричество не было передовыми технологиями, и прошлое общество исключительно от него не зависело, как мы сегодня. Но официальная наука имитирует, что ей о некоторых способах до сих пор неизвестно, а некоторые якобы лишь только узнала, раз людей ни за что в три шкуры стирают такой опрок за свет, что даже по законам, живущим в системе, незаконно. Вы не обязаны платить за свет этим аферистам. Итак, обращаюсь к официальной истории. Были раньше атомные электростанции, или были разные способы добывания электричества во времена царей, как век назад, так и два, так и три, так и четыре, так и пять. Что легче признать? Может, прекратите загонять сами себя в угол, и, наконец, начнете говорить правду и жить не так, как хозяева требуют, а по совести? По поводу же нас, альтернативщиков и антисистемщиков, у нас тоже споры возникают, какие были трамваи, паровые, электрические от провода, канатные, на сжатом воздухе, на часовом заводе. Все отчасти правы. Сколько не рассматриваю фотографий и видео прошлого, эпох до технического прогресса, мы видим трамваи разных принципов в одно и то же время. Вот, к примеру, кадр «И с лошадью трамвай прошел и без нее». Здесь мы видим рог к металлическому мосту. Но ведь таковые мосты использовали поезда и трамваи монорельсы, как по верху, так и по низу с креплением на крыше. Здесь мы видим, навстречу идет трамвай с рогом к проводам, зато трамвай, с которого снимается фильм, если отмотать чуть назад, вот идет по улице, к чему тут провод укрепиться? Видим также колеи трамвайные и по центру борозда. В общем, изобретали трамваев много, на разных видах энергии, как зависимыми, так и независимыми. И, конечно, как главы, так и этого трамвая. Обратите внимание, как трамваи поворачивают, доезжают до конца, и... Что происходит? Его какая-то круглая платформа поворачивает по кругу и идеально стыкует к рельсам, чтоб трамвай ехал уже назад по другим рельсам. Это же какой-то механизм присутствовал, что мог спокойно вращать целый трамвай, набитый пассажирами. Вы литературу об этом моменте где-нибудь встречали? Субтитры создавал DimaTorzok